Всем привет! Видео косметички на неделю и я сразу приготовила два контейнера, куда я буду складывать, мне так, наверное, удобнее и вам наглядней. На эту неделю я беру базу под макияж от Nivea, я вам ее уже показывала, Makeup Expert, в одном увлажняющий крем Fluid, хорошо впитывается, очень классный кремушек. Так действительно под макияж наносить вместо базы, потому что я базы конкретно не люблю, они в основном, ну, преимущественно все на силиконе, мне это сбивает поры. Этот же совершенно адекватно и хорошо ведет на коже у меня себя, он очень быстро впитывается и буквально там максимум через минуту вы уже можете наносить макияж. Никакие тональные не конфликтуют с этим кремушком, он дает хорошее увлажнение и такую хорошую подготовительную базу для нанесения последующих средств. В качестве тона я оставила только один, потому что на недельку все-таки два, мне бывает многовато, я не успеваю все хорошо протестировать, использовать. И мне зашел на той неделе вот этот вот пенстик от Max Factor, у меня в 12-м цвете. По осени он мне был очень сильно жирный, для моей склонной к жирности нормальной кожи, особенно в той зоне, у меня буквально там через полчаса уже все текло. Я вот попробовала его носить сейчас в холодное время, в принципе 3 часа он выдерживает, но это если конечно я припудриваю его и не так сильно начинает блестеть. Поэтому пока я его поношу как раз таки в холодное время, но он точно не подходит для обладательниц жирной или склонных к жирности кожи. Есть у него помимо его жирной текстуры еще один для меня недостаток, вот он очень сильно подчеркивает поры. Именно поэтому я решила взять, ну проверить, скажем так, насколько хорошо работает затирка пор, такая база от Smashbox, называется Photo Finish. И она у меня просто валяется без дела. Я решила, когда же еще я ее смогу протестировать в полном объеме. И вот как раз хорошо попался такой тональный. И я хочу попробовать вот на одну сторону еще разок. Я уже наносила эту базу, она мне не понравилась, она совершенно ничего не делает. Она очень, да, силиконовая, просто она ощущение оставляет мягкой кожи, более ничего она мне не сделала. Но я буду пробовать ее с различными тональными. А вдруг я найду к ней подход, а ежели не найду, тогда я ее просто выкину, избавлюсь от нее. Из пудр я продолжаю пользоваться от Estrada Super Selfie. Она мне понравилась, девочки, серьезно. Я наносила с двумя тональными. И в отличие, допустим, от той же пудры, сейчас я вам ее покажу. Сейчас. Вот этой пудры от Colourpop, которая написана No Filter, которая как раз-таки должна делать тот самый фильтр, то есть затирать пор и делать эффект фотофокусом, да. Вот как раз с этим справляется не на 5+, но на 4, я точно могу сказать об Estrada. Пудра Super Selfie Soft Focus Effect. Я еще ее наносила ради вас. Опять-таки, я никогда этого не делала, но думаю, что и очень много слышу, так девочки используют пудры, а именно наносят просто на увлажняющий крем, заменяют им как тональный, такое средство 2 в 1. И я попробовала действительно нанести эту пудру на увлажняющий крем. И она, мне кажется, еще лучше сработала. Единственное, она может почерпнуть, если ее обидно нанести на сухие какие-то участки, либо если есть мимические морщинки. В пыльпудривании я этих зон избегаю. Если ее использовать самостоятельно, имейте в виду, что у нее есть такой вот минус. Мне подошел оттенок. Мне нравится то, что она, как я уже сказала, действительно немножечко заблюривает расширенные поры. У меня есть где-то посмотреть. И 112 у меня оттенок. В общем-то, если вы к ней присматривались и раздумывали, то для белоснежек можно взять 111, кстати, тон. А для тех, у кого что-то между medium и light, да, fair, то можно и 112. Очень легко ложиться. Ее совершенно не видно. И даже когда я нанесла ее соло на просто увлажняющий крем, я присматривалась очень близко к себе. И я не увидела ее. Я не увидела вот этой припудренности, которая свойственна дешевым пудрам. В общем, она меня приятно удивила. Хорошая пудра. И также возьму мою новинку от Innisree. No Sebum Mineral Powder. Это у меня в рассыпчатом варианте. И, по-моему, когда я вам оставляла ссылки, вот в предыдущем видео, я вам показывала распаковку сайта iHerb. Там, кстати, очень много интересного. Проходите, я здесь оставлю ссылку, посмотрите. В этой косметичке будет много продуктов, как раз-таки, которые у меня в этом заказе пришли. Вроде как было написано, что этот продукт снят в продаж, когда я вам оставляла ссылки под тем видео. И я не нашла прессованное, к сожалению. Но если вы где-то увидите эту пудру, то я вам однозначно ее рекомендую. Здесь очень мелкий помол. И она еще пахнет очень мятой. Приятно ощущается на коже. Нет эффекта муки. И, в общем-то, по ощущениям, мне она понравилась. Как она будет наноситься и как будет ощущать именно моя кожа на лице, не знаю. Поэтому и беру ее на эту косметичку. Что касается контуринга, румян, хайлайтера, бронзера и так далее. В общем, я оставляю стеллари. Просто хочу уже закончить. Мне мусолит глаза вот эта вот ямочка здесь. Не пользуюсь вот этими двумя цветами. Это румяна, хайлайтер. Мне не нравится, если честно, качество хайлайтера и цвет румян. А вот скульптор, бронзер, мне очень нравится. Создает такую естественную тень. Очень хорошо растушевывается. Классный продукт. И именно его я использую из этой палетки. Из новинок я решила еще взять вот такую палетку. Это от W7. Hollywood Bronze and Glow называется. Я тоже еще не наносила ни разу на лицо. Но мне не нравится. Замыливается очень сильно хайлайтер. И он очень какой-то очень вязко распределяется. В общем, хайлайтер под вопросом. Я попробую его, конечно, нанести. Бронзер мне по цвету понравился. По текстуре он отличается от хайлайтера. Как это, что будет смотреться на лице, будем, конечно, все тестировать, смотреть. И обязательно вам об этом рассказываться. Так что возьму ее. А из румян тоже беру одни. Это будет Evelyn и у меня это 0,2. Румяна мозаика. Я могу набрать либо вот этот отсек, по большей части, либо вот этот. Получается у меня два варианта румян. Мне они нравятся. Они, видите, такое оставляют сатиновый немножко финиш. Очень красиво смотрятся на лице. Получаются теплые холодные румяшки в очень красивых цветах. Именно поэтому мне одних хватит. Что касается консилера, то в этот раз я беру лишь только один. Это будет от Elf, знаменитый Кама консилер. У меня в оттенке Fair Warm. В общем, сразу скажу, я его один раз использовала уже. И первое я не угадала с оттенком. Он мне очень светлый. Ну, как бы сейчас, в холодное время, еще можно его носить, только если наносить тонко. Потому что я в первый раз переборщила с ним. И мне не понравился вообще этот консилер. Перекрывает хорошо, но он подчеркивает сухость. Там, где вы не знали, что она у вас даже есть. Примерно то же самое вот у меня под глазами получается. Хотя я очень хорошо увлажняю, питаю эту зону. У меня, ну, как вы на нови, по моим покупкам, только питательные кремушки для области вокруг глаз. Поэтому я возьму вот такой вот от Benton крем для области вокруг глаз. Который, типа, говорят, питательный. Но для меня он больше не питательный, а напичканный силиконом. Я не смотрела его состав. Но по ощущениям это и выглядит именно так. И я вот хочу его наносить просто как, может быть, базу под этот консилер. Не знаю, в общем, что-то попробовать. Как-то его делать более пластичным, более податливым и менее сушащим. В общем, какая-то такая у меня задумка. Так что пока будет у меня стоять, будет тестироваться первое впечатление негативное. Я беру для бровей. Воу, Брав, моя новинка, это гель для бровей от Эльф. Мне тут понравилась щеточка. Еще им ни разу не пользовалась. Это моя новинка. Мне нравится оттенок, по крайней мере, вот так вот по свочу. Поэтому беру и хочу максимально его потестировать. На эту неделю я беру только одну тушь. Это будет тушь от Фаберлик. У меня в черном цвете. Здесь силиконовая кисточка. Я уже говорила про нее, что мне не нравится, что очень много продукта на ресницы набирается. Она может их склеивать. Но если хорошо прочесать их, она дает хорошее удлинение, ну и немножечко объема. Так как она работает на моих ресничках, меня устраивает. Я продолжаю тестировать от Golden Rose карандаш в коричневом цвете. В 406 оттенке я так его и не поняла. Я не поняла, как он держится ли на слизистой или нет. Он хорошо тушуется, это я могу точно сказать. Потому что я делала с ним растушеванную стрелочку. По остальным показателям не знаю. По-моему, он у меня слез со слизистой. Но, в общем, хочу еще потестировать его все-таки. Прежде чем вынести ему свой вердикт конечный. Я буду брать палетку мою новую AW7, которая аналог на Huda Beauty. Я вам показывала также в распаковке по ссылке с iHerb. Этот бренд представлен, я знаю, в Литуале. Но этой именно палетки нет в Литуале. По крайней мере, у нас в городе. И как раз-таки вот эту палетку я заказывала с Love Letter. Это как дочерний, естественский сайт именно iHerb. Да, это аналог на Huda Beauty. И я вставлю, наверное, вот куда-то сюда вам, как выглядят свотчи с этой палетки. Ни разу еще на глаза не наносила, не тестировала. Давайте, наверное, сейчас возьмем парочку оттенков. Наверное, на которые больше всего у меня всегда бросаются в глаза. И каких-нибудь давайте два матовых. А это, кстати, база идет под тени. По первым впечатлениям, тени очень хорошие, с прекрасной пигментацией. Но как это будет ушиваться и выглядеть на глазах, это уже другой вопрос. Который как раз-таки мы и выясним, я думаю, за ближайшую неделю. Здесь очень масляные шиммеры. И, в принципе, у меня все тени скатываются от такой текстуры. Так это у меня уже через полчаса, через час все скаталось. В зависимости тоже от погоды. Поэтому я беру тяжелую свою артиллерию. Это у меня Smashbox ваза по тени. Она продлевает жизнь. И на ней пигментация теней больше проявляется. Но не намного. То есть, это не тот вариант, который бы я вам советовала для стойкости теней. Нет, однозначно. Но буду с различными базами текстировать. Потому что мне кажется, что вот эта, которая в палетке, она будет не очень мне для моих век. И возьму также от Maybelline Color Tattoo. Это вообще тени. Но я их использую как базу под макияж. Это у меня в девяносто первом цвете. Cream de Rose называются. Ну вот на них у меня, допустим, чуть дольше, чем на Smashbox тени держатся. Но те же самые Наташа Динона я наносила на них. Они мне настолько уж и много и продлили. Но Наташа Динона там тоже все такое масляное, шелковистое. На какой-то такой основе очень мягкой, приятной. Поэтому беру себе максимально помощников, чтобы понять, с какой базой они лучше работают. И остались у меня средства для губ. Я беру себе в этот раз два блеска от Faberlic. Тут еще есть моя новинка. Мне очень нравится качество вот этого блеска, который с артиклом идет 4595. Очень приятные блески, не липнут. Приятный аромат, классный этот вот спонжик. Отличный просто необычный цвет. Что касается вот этого цвета моего нового. Он тоже вроде как идет с такими блестками, с красивым переливом. Это 4590. Но здесь уже текстура идет более прозрачная. А так, в принципе, по качеству, по одушке они одинаковые. Также я возьму жидкую одну матовую помаду от Sephora. В 06 цвете. Очень интересный цвет. Она комфортная и устойчивая. Не прям сильно стойко. Она даже отпечататься может. Но губки не сушат. Из обычной помадки с таким сатиновым финишем я беру 37 номер. Это Евроше. Я не успела им на предыдущей неделе попользоваться. Это немножко с таким перламутром. Но цвет шикарный. Помадка тоже очень хорошо смотрится на губах. Также от Kika беру в 07 оттенке. Это такие бальзамчики, помады, карандашики. Мне понравился оттенок. И он нейтральный. И именно для каких-то нейтральных макияжей. Я думаю, мне с этой палеткой захочется что-то интересненькое сделать. Я возьму вот такую помаду. И заменю косметички дорожной своей, которую я с собой беру. Я убрала оттуда... Сейчас я вам покажу. Хорошо, когда все под рукой. Вот этот бальзамчик я убрала с косметички. И положу туда масло. Это Nars в оттенке Orgazm. Масло очень... Ну, такое оно комфортное, приятное. Дает небольшой такой оттенок. В основном это просто эффект такой перелива. Такого цвета здесь нет. Взяла карандашики 4. Один у меня также остается от Stellar в 0,7 цвете. Я его на той неделе брала. Специально под вот эту помаду-карандаш. В 202 цвете это Vivienne Sabo карандашики. Очень они мне нравятся. Красивые, комфортные. По-моему, остается у меня с прежней косметички. От Catrice 0,80 цвет. Я еще не определилась, каким карандашом мне будет лучше помады, которую я выбрала, да, или там блески. Я и под блески иногда наношу. От Essence в 11 оттенке. Кстати, очень хорошие карандашики. Цвет необычный, красивый. И вот его я хотела бы под эту помаду взять. В общем, я буду все это смотреть. Какой карандашик, какой помадке или блеску больше подходит. Ну вот я собрала свою косметичку на неделю. Всем интересно попользоваться. И, конечно же, вам рассказать. Спасибо за просмотр. И пока, до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok